Вадим Красносельский проинспектировал стройки и ремонты по программе КАП вложений в Тирасполе. Посетил детский сад, коррекционную школу, госуниверситеты, стадион 18-й школы, где строят спортивно-развлекательный комплекс. Это старое здание, которое было рекоментировано. Сейчас закончилась покраска. Два года назад президент вместе с детьми разрезал здесь ленточку на открытие нового корпуса. Сегодня в коррекционной школе заканчивают ремонт старого корпуса. Теперь оба здания в одном стиле. Рядом новая детская площадка. Здесь просто было ничего. Это, мягко сказать, аварийные деревья, заросшие кустарником. Территория, которая не была пригодна для, скажем так, отдыха для детей. Коррекционная школа на Бородинке – единственная в Тирасполе, где учат и лечат детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Теперь для них здесь созданы все условия. Мы соединили старый и новый корпус. Дети очень сильно мучились, когда работали в двух корпусах. Передвижение, лестницы, узкие проходы и так далее. Сейчас все это уже устранено. Действительно, есть лифт, есть и нормальные сообщения между двумя зданиями. Надеюсь, что 1-го сентября мы открываем данный объект. 1-го, 2-го сентября мы полностью откроем данный объект, который будет полностью функциональным. 1-го сентября в детский сад Рябинушка вернутся 170 малышей. Сейчас здесь тоже большая стройка. Детсад несколько месяцев назад закрыли на капитальный ремонт. В феврале сад выглядел вот так. Сейчас здесь новые павильоны, завершают фасадные работы. Внутри почти все уже готово. Мы не делаем косметику, мы делаем всегда капитально. Уже если зашли, мы должны с этого объекта выйти. Детя Михайловна нас поддержала. Заведующая детским садом говорит, здание полностью перестраивают, а вот на новое оборудование денег не предусмотрели. Тех суммах, которые вы предоставили на дополнительное финансирование, эти вопросы вы учтены? Нет. Это строго ремонтные работы, плюс единственное частично уличное оснащение. Внутреннее оснащение мы сюда не закладывали, потому что это где-то совсем другие. Как вам сказать, новое здание с мебелью 60-х годов, наверное, неправильно. Поэтому закладывайте сразу и надо менять, наверное, мебель и другие функциональные условия. Мы их просто уже после переезда не соберем. У 18-й школы на Балке большая стройка на спортплощадке. На этом месте будет спортивно-развлекательный комплекс с футбольным, волейбольным, баскетбольным полями, игровой площадкой и зонами отдыха. Работы на пару лет. Что планируется сделать? Здесь делается большое футбольное поле. Почему именно решили такое футбольное поле? Федерация футбола сообщила нам, что с такими размерами поля мы сможем здесь проводить профессиональные соревнования для деток, для взрослых и так далее. То есть оно уже соответствует всем абсолютно нормам Федерации футбола. Также здесь будут делаться беговые дорожки по кругу. Президенту показали, как изменился внешний вид госуниверситета. Два основных корпуса сейчас капитально ремонтируют. Уже появилась аллея, как на бульваре Гагарина. Здесь установят беседки. А возле физмата и естественно-географического факультета восстановят фонтан. Что касаемо входной группы, я советую вам по Торописце, потому что здесь работа предстоит с Касутским камнем. Ремонт сейчас и в Студгородке. Реконструкция госуниверситета – это самый крупный проект по программе кап вложений в столице. Все работы здесь также планируют завершить к началу сентября. Владислав Лукаш, Наталья Ткачук, Леонид Настак, ТСВ.